В своей очереди на выступление в Большой сводный хор России Марина Скоропад ждала целых два года. И вот совсем недавно она узнала, что в составе 10 человек со всего Краснодарского края она удостоена чести представлять Анапу как одна из вокалисток знаменитого коллектива. Я когда узнала о том, что меня возьмут в большой состав детского хора России, это было в 2014 году, в июне месяце, мне позвонила мама, говорит, я очень обрадовалась, что я попала в этот состав, в эту десятку из Краснодарского края. Я очень счастлива была. И когда мне недавно сообщили об этом, недели так за две, что надо подготовиться к этому мероприятию, мы начали собирать документы, готовиться, готовить произведения эти. Вот. Ну, я думаю, что у меня все получится, и я свой город представлю хорошо, достойно. А репетиции идут полным ходом. Заслуженный работник культуры Кубани Тадьяна Глебова уже выпустила двоих своих воспитанниц именно в этот хор, поэтому знает все тонкости работы при подготовке вокалистов к проекту. На сводные репетиции в Москву необходимо прибыть уже подготовленным. Марина наработала репертуар, в который вошли произведения Прокофьева, новогодние песни и, конечно же, гимн России. Преподаватель уверен своей подопечной, вместе они уже шесть лет. Открылся у нее красивый голос за это время, красивый тембр голоса появился. Она очень любит петь. И вот эта любовь к пению привела ее к таким достижениям, к таким успехам. Она выступает на конкурсах, у нас участвует в различных конкурсах, в концертных выступлениях участвует в различных. То есть она уже имеет какой-то уже опыт в этом плане. И плюс к тому, она имеет уже какие-то наработки профессиональные. То есть она уже разбирается в новой грамоте, может сыграть свою партию в хоре. И сольные произведения тоже также может сесть и разучить. Потому что для того, чтобы выступить с хором России, нужно подготовиться к этому. Огромное содействие для реализации этой возможности оказали глава города Сергей Сергеев и начальник управления культуры Марина Мельникова. Благодаря их усилиям муниципалитет нашел средства для финансирования поездки юного дарования в столицу. Уже завтра Марина Скоропак в составе делегации Краснодарского края вылетает в Москву на сводные репетиции, куда также прибудут дети со всех регионов России. А 27 декабря состоится ее первое выступление в Креблевском дворце.